Приветствую всех уважаемых! Мне тут любезно предложили прийти помогать на детский праздник, и я любезно хотела отказаться. Но в итоге согласилась, потому что я таким еще не занималась, да и вам контент будет. Очень разнообразный контент, который начался с безобидных рисуночков. В общем, идея была такая, нарисовать кучу картинок, которые я потом раздам детям. Не-не-не, это не самореклама, это просто жест внимания и самореклама. Ну-то в любом случае еще были конфеты, поэтому... Собственно, что там происходило, вы сможете увидеть чуть позже, пока я покажу кучу спидпейнтов, маленьких картинок. Ну, не таких уж и маленьких, но это ушло полдня моей жизни, и рука потом болела. Сильно. Ну, если вам будет интерес... Это кого там готовят? Главное, что не меня. Я сама с этим неплохо справляюсь. Ну, так вот, если вам вдруг будет интересно посмотреть чисто, что происходило на празднике, переходите тут по тайм-кодам. Ну, я пока продолжаю рисовать. Поверьте, в процессе рисования тоже хватало эпичности, только будет она чуть позже. К счастью, она началась с самого начала. Но, если что, рисую я все на быструю руку, поэтому не обращайте внимания, если что, на кривость или на какие-то недосчеты. Рисунков много. Да, кстати, рисую я не мой персонаж, не потому, что за них все шарят, а потому, что это, по сути, тема моего аккаунта. Да и главное, что оно яркое, красивое и может понравиться детям. Ну, и вам, надеюсь, тоже, поэтому можете написать, какой рисунок вам понравился больше всего. Но на этой Незуку уже начались сложности, потому что я ее перерисовывала парочку раз. Не полностью, но тоже такой себе. Но могла бы перерисовать ее полностью, вместе с еще другими рисунками. Но это будет чуть позже. Ну, вот и следующая лихушачья дама. Это Асуитсую из Анимама Герусской Академии, которой я также перерисовывала лицо пару раз. Ну, и которую я просто не могла не нарисовать, потому что она очень прикольная. Что ж, вот столько я уже имею рисунков. Кстати, вот эта не дохошена у Аи, я ее сейчас тоже покажу. Она была первой, кому я нарисовала, и изначально набросок выглядел довольно неплохо. Но потом я не угадала с цветом волос почему-то. Ну, и в целом все пошло наперекосяк. Я еще и слишком сильно заморачиваться начала. И по итогу я ее так и не отдала. Но спустя все эти рисунки я устала. Ну, и вернулась уже чуть позже, спустя перерыв. И тут у меня сразу же поехала камера. А самое классное, что я этого даже не заметила изначально. Ну, ничего, здесь она только поехала пока что. А потом поеду я. Сказать честно, изначально эта Аня выглядела довольно криповенько. Но по итогу я увлеклась процессом. Начала делать глаза. И тут произошло вот это. Давайте еще раз. Все внимание на Аню, которая делалась легким испугом. Что ж. А теперь я показываю, что это было. У меня потек маркер. Расплавился от жары. Еще что-нибудь не знаю. Ноха на столу моим рукам и Незуко. Какое счастье, что Незуко буквально закрыла с собой другие рисунки. И они не пострадали так сильно. Но и Незуко было пипец как жалко. Мне очень нравился этот рисунок. Ну и потом я пошла это все отмывать. Как думаете, она отмылась? Нет. Ну ладно, совсем в итоге, в итоге я потом это все-таки оттерла. Вот только до конца видео у меня теперь будет немного зеленый палец. Не обращайте внимания, возвращаемся к Ане. Кстати, да, помимо персонажей за аниме я еще рисовала котиков. Ну потому что все любят котиков. Все любят прикольных котиков. Кстати, помните, у меня ехала камера? Да, тут она упала вообще полностью. Если вы думаете, что это было один раз, то это было только начало. Хотя казалось бы, куда еще интереснее, да? Я вот сейчас сижу, монтирую это видео и не понимаю, какие мемы и аниме мне сюда вставлять. Это видео не сплошный мем. Но если вы тут все-таки увидите вставки из аниме, то, знаете, я нашла все-таки, что сюда вставить. Что ж, после котика у нас пошел сразу же еще один котик. На этот раз уже по моей части он деловой котик. Я похожа на деловую особу? Кстати, вы тоже видите это? Камера уезжает. Камера, остановись, не покидай нас. Ну, живет он в своей жизни, что я ей сделаю? Хотя, на самом деле, это проблемный штатив, потому что на нем есть такая, типа, мочалочка, которая приклеена на какой-то двусторонний скотч, не знаю. И тот скотч, точнее, клей на скотче плавится из-за жары. И уезжает. Кстати, о жаре у нас теперь огненный тип Ренгол. Я знала, что он обалденный тип, с ним все было в итоге хорошо. Единственное, он мне напоминает почему-то тостик. Ну, дальше я решила сделать не цветные картинки. Это не значит, что это будет просто набросок. Тут будет черная ручка, с которой мы прошли уже огонь и воду. На этот раз без происшествий тоже отлично. Но дальше у нас принцесса Луна. Внезапно, что поделать, но не нарисовать поняху я не могла. И у всех этого поворота событий у меня снова едет камера. Многоуважаемая принцесса Луна. Можно же зыркнуть на камеру, чтобы она не двигалась? Я требую устрашающий взгляд. Дальше быстрый набросок неудачного котика. И переходим к Годжу, которого я начала рисовать вместо этого котика, потому что идея была плохая. Не, идея-то, может, была и хорошая, но вот исполнение. Зато за Годжу исполнение было хорошее. Я этому все еще удивляюсь, потому что у меня Годжу получается рисовать крайне редко. И я вообще не представляю почему. Да, вот и следующий рисунок, который я еще думала рисовать или нет. На камеру внимания уже не обращаем. Персонаж, она прикольная. Именно в цветовом варианте она могла бы многим понравиться. Но даже там и здесь, понятное дело, у нее черные глаза. Я не знала, как это отреагирует. Я думаю, была не была, главное, что там есть кролик. Ну и все, наконец-то я закончила. У меня получилось 14 рисунков. Я думала сделать еще на следующий день, потому что уже было поздно. Но нет, хватит с меня. В другой раз как-нибудь, как-нибудь может быть. А может и нет. Ну может и да, если вам понравится это видео. На что я очень надеюсь. Добрый денечек, а вот и я уже при параде. Образ классный, но непрактичный, потом поймете почему. А у меня тут даже блестки есть, между прочим. Что ж, вот мое добро, вот она я. Как же там жарко, спасите. Ну а дальше идут видео уже с самого праздника. Приятного просмотра. Котики тоже присутствуют. Ну а тут у меня припахали рисовать квадратики. 12 штук метр на метр. В итоге на все у меня ушел час. Бесплатно подрабатывай штативом. Ладно, я тебя прощу, это только потому, что ты мой фотограф. Ребятки, мы этого не слышали. Это страшный секрет. Я надеюсь, ты это вырежешь. И тут Юля на ютубе, серый экранчик такая, не вырежу. Не вырежу, все правильно. Квадратики готовы. Ну немного зебровые, такое дело. Все, если вы это увидите, знаете, это была я. Ну и без боевых травм не обошлось. Конечно, кто одевает такое платье? Ну все, дальше пошли всякие игры, развлекаловки, конфеты. Ну и так далее. Оригинальный звук включить не могу, потому что обыграли песенки, за которые меня блокит ютуб. Хожу так, детей было относительно немного. Да что-то мне подсказывает, что большая часть пришла оттуда за конфетами. Да я тоже пришла оттуда за конфетами. Это шутка, если что. Ну и такой пес к нам тоже приходил. Ну и все, потом я пошла вручать картинки всем, кого не лень. Никакой у детей спокойной жизни, хоть и тут всякое тычет картинками. Ромай, это вам подарочек парсиональный. Видимо, она. Тебе так вообще. О, Ромай. Единственное, я застила эти все моменты, потому что было неудобно. Да, один мальчик вообще подошел и просто попросил картинку. Но камеру тогда включить не успела. Но потом у меня осталась парочка рисунков, и я решила поймать детей где-то за пределами праздника. Можно, Маша, отрывай картинку. Так уж. Вот, отрывай. Я дома. Я устала. Спасите. Субтитры сделал DimaTorzok